Жорик, просыпайся. Жорик, просыпайся. Спит, наверное? Кто маму обманывает? Не холодно! Сейчас будет жарко. Как мы греемся, как мы греемся, как мы греемся! И мы с тобой идем на моем большом своете! Высоко-высоко! Потом бах! И я уже на другой планете, а ты была на другой стороне! Я кричала, мам, прыгай ко мне, прыгай! Я прыгну. Я уже проснулась. Давай по-моему. Доброе утро! Вы опять первая? Доброе. Да. Шурик. Матероки перед едой и не бегать, когда тихий час. Умничка! С вас 155. Не понял. У вас что, сцены выросли? Нет, не выросли. У меня получается 145. Извините, давайте я пересчитаю. Я три раза пересчитал. Не надо пытаться меня обмануть. Я могу и жалобы написать. Да-да-да, вы правы, 145. Заходите. Поверите. На, Бор. На. 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 Я делаю предупреждение тебе, а не мальчику. Потому что ты должна с ним поговорить. В нашем садике. Не только в нашем, в любом садике. Нельзя драться. Твой Саша поставил сегодня Боре синяк. Да хорошо, я была рядом, сумела вот это вот все остановить. Я тебя прошу, найди время, поговори с сыном. Надь, ты меня слышишь? Да, я слышу. Устала просто. Я устала, Надь. Каждый день задерживаться на работе на полчаса дольше. Из-за тебя. Денег мне за это не платят. Зачем ты бы ударил? Я ему сказал, что мы поедем путешествовать с тобой. А Барка сказал, что никуда бы не поедем. Потому что у меня бедная мама. Пойдем, приседем. Ты правда так считаешь? Нет, я хотел ему доказать. Шурик, не надо никому ничего доказывать. Ты же знаешь, мы с тобой поедем в путешествие. Ты знаешь, что ты вырастишь и купишь себе самолет. И что у тебя на день рождения всегда будет самый вкусный торт. Знаешь? Знаю. И не надо никому ничего доказывать. Хорошо? Ты на меня злишься? Нет. Мы же с тобой поговорили. И теперь никто ни на кого не злится. Правда? День добрый. Саморезы 6 на 40 есть у вас с дюблем вместе? Штук 50. А то я тут переезд затеяла. Гвозди и стенки не берут. Что нужно? Дюбеля 6 на 40. С саморезом. Комплект. 50 штук. Комплект. Комплект. Девушка 6 на 40. Это поменьше. Вот тело. Смотрите, видите? Какая-то большая. Я просил поменьше. Все хорошо? Нет. Я слепился. Что? Вы же может, почему? Я слепился. Я сп realised. Может быть, если я не искусал, то я расскажу. Я слепился. Я слепился. Я слепился. Я слепился. Я слепился. Я слепился. ты уже дома так рано да я отменил это дурацкое интервью дурацких интервью не бывает у меня для тебя подарок спасибо ну посмотри я знаю что догадался что то просто он очень стильный мочи не очень и мне кажется он тебе подойдет он так тебе идет что у тебя за настроение артем мои тараканы давай закажем поесть что-нибудь ну ладно я не могу поставить точный диагноз у нас здесь не те условия но кардиограмма у тебя уже интересная с того что я вижу у меня возникает подозрение что у тебя может быть очень серьезная проблема какая сердце ведет себя нехорошо давление прыгает ритма нет это плохо все так серьезно все что я сказал меня как доктора уже пугает тебе надо ехать в столицу на обследование какая столица куда я поеду где на это деньги возьму обследование это же не бесплатно нас от службы квартиру дали уже хорошо у меня есть одна знакомая она работает в благотворительном фонде добрые руки они вроде бы занимаются такими случаями я попробую с ней связаться ты пока иди домой отдохни да олег степанович мы посмотрим вы главное не забудьте пакет медицинских документов подготовить и имя девочки напомните мне пожалуйста надежда филиппова да да все хорошо до свидания молодой человек подходите пожалуйста Зуев Максим Викторович присаживайтесь почему хотите работать волонтером что-то вроде психотерапии помочь тем кому еще хуже чем мне а вы больны да у меня травма психологическая ладно давайте внесем вас в базу давайте начнете волонтерить вот вам браслетик станете одним из нас зелененький цверь жизни зелененький то есть это не тараканы это развод да да это развод ну представляю как оживятся журналисты ничего интервью ты любишь то есть ты обвиняешь меня в том что я люблю внимание да в этом проблема Ален я очень надеюсь что ты понимаешь и знаешь в чем наша проблема конечно конечно я знаю в чем проблема наша проблема в том что у тебя другая баба другая баба может у тебя просто кризис среднего возраста она беременна от меня вау давно 8 недель зашибись прости не знал как сказать лучше ничего не придумал Люда не усложняй Артем давай поговорим спокойно ну это же 15 лет Артем ну что мне сделать ты уже все сделала помнишь как мы мечтали о детской на втором этаже с двухъярусными кроватями с окнами в небо чтобы дети могли наблюдать за звездами по-моему неприятных твоей возможно ты чёрни мы не да с Хорошо. Я найду себе другого. Не выспался? Нет. О, снег! Ушел! Да, здесь уже снег. Ну, ничего не засыпай. Ну, подумаешь, ну, ранний поезд бывает. Да? Мы уже пришли? Кажется, пришли. Здравствуйте. Здрасте. А вы куда? В благотворительный фонд. А что это за коробки? Это лекарства для больницы. Людей будем лечить. Тебя как звать? Саня. Да ладно. У меня племянника тоже Саней звать. Ему восемь. А я Макс. Макс. Надя. Вы за помощью? Да. Почему выбрали именно этот фонд? Что-то о нем знаете? Нет, а что? Да так, почему? Пока, Максим. Здравствуйте. Спасибо. Проходите. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Помощь. Жить. Помощь. Ты есть хочешь? Нет, нет, нет. Мы позавтракали в поезде. Ты не завтракала. Света. Ау. А принеси нам, пожалуйста, два йогурта из холодильника. Уже несу? Обязательно надо есть. Чуть-чуть, даже если не хочется. Значит так. Мы с тобой собираемся, едем в больницу на обследование, и малыш остается здесь. Один? Нет, нет, конечно. Света, посиди, пожалуйста, с ребенком, ладно? Да, конечно. Тебя как зовут? Саня. А я Света. Саня, а пазлы любишь собирать? Любил. Пойдем, у меня есть для тебя большой пазл. Это шурик и дитя. Пойдем. Ну что, я в подсобке закончил. Может быть, еще что-то сделать? И можно использовать не только мои добрые руки. Я имею в виду, что я могу и с бухгалтерией, и с людьми пообщаться и вообще. Свет, реши вопрос, пожалуйста. Сань, ты собирай пазл, а я к тебе скоро подойду. А для вас сейчас что-то придумаем. Здравствуйте, Борис Олегович. Мы готовы ехать уже. Да. 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 Мандаринку хочешь? Нельзя брать у чужих. В течение часа, я думаю, все будет. Правильно. Я проверял просто. Ну ладно, если захочешь, скушайся. Хорошо, до свидания. Надь. Ты не переживай. Тебя профессор Толокнов согласился осмотреть. Это большая удача. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а вы можете их нам завести? Конечно. Это мудрия одинокие девушки решили отдохнуть, а мужчин позвать. Забыли. 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 Так... Так... Будете нашим мужчиной? Ну да вы не переживайте. Мы девушки приличные. За все платим. Спасибо. До свидания. Можно? Конечно. Молодой человек, а как вас зовут? Мы сегодня еще будем много заказывать. Вот и этот сбежал. А это что такое? Ты видела? Давай, 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 снимай. Прощаемся. Так, Алена, давай снимай. Давай. Смелее, давай. Молодец. Коньячок? Пора. По-взрослому. Ну что, Надежда? Проблемы с сердцем серьезные. Нарушение ритма. Давление. Угу. Экстрасистолия. И что делать? Для начала надо тебя дообследовать, чтобы понять, что конкретно лечить. Насколько это может быть серьезно? Вот это я хочу понять. Наши действия, Борис Олегович. Так, наши действия. Она не ложится к нам в больницу. Я прописываю ей медикаментозный курс. Ну, чтобы она себя чувствовала лучше. Параллельно мы дообследуем тебя и принимаем решение, что нам делать дальше. Сейчас я найду свободную палату. Ты что, уже в больнице? А, Танечка, посмотри, пожалуйста, где у нас есть свободная палата? Уже в больнице. Жду. Какие проблемы, Надюш? Я сейчас позвоню, ребята вещи привезут. Ну, как какие проблемы? У меня ребенок. Я ему зоопарк обещала. И вообще, где он будет? Ну, вопрос с жильем мы решим. Зоопарк не обещаю. Зима на улице. Ну, что-нибудь придумаю. Что еще смущает? Какая, ты говоришь? Вторая? Да, подходит. Зайди, пожалуйста, ко мне. Да, жду. Я набираю Света. Попросишь Саньку к телефону, поговори с сыном. А мы пока свои вопросы решим. Света, здравствуйте. Это Надя. Вы можете Сане трубку дать? Санечка, тебе мама звонит. Держи. Привет. Привет, Ширь. Как ты? Ты скоро уже будешь? Врач сказал, что мне нужно в больнице чуть-чуть полежать. Пока побудешь с Тетей, которая мне помогает. Только ты слушайся и будешь умницей. Ты на меня обижаешься? Тебе потом станет лучше. Ну, конечно, станет. Ну, хорошо, тогда оставайся в больнице. Сколько тут работы. А журналисты тебе еще насчет интервью не звонили? Итог нашего брака? Что это никому не интересно? Даже желтой прессе. Ладно, ладно, успокойся, подруга. Не пугай. Дом он тебе оставил. Машину он тебе оставил. Твой Вербинин красиво ушел. Не то, что мой. Даже пижамы забрал. А твой Вербинин газ таки не захотел забрать? По почте завтра отправлю. Слушай, а давай сегодня? А давай сегодня? А мы кого-то ждем? Девчонки, это курьер вернулся. Это Оля. Кто такая Оля? Забыла фамилию. Короче, из фонда. Стоп веселье называется. Слушай, слушай, Алене конечно не повезло, такого мужика потеряла. Дура, дура, слушай. Кошмар. Олечка, проходи к нашему столу. Здрасте. Я думала у тебя проблема. Ну, от меня муж как бы ушел. Вербинин. И ушел он к пузатой любовнице. А так, в принципе, проблем нет никаких вообще. Ты писала, что тебе плохо? Ну, а по-твоему мне хорошо. Фонд, ко мне зайди, я тебе покажу, что такое плохо. Да, Свет. Свет, дождись меня, пожалуйста. Я через полчаса буду, мальчика заберу. В гости, Алену, я все же уеду. Если нужно, позвони мне завтра утром. Поговорим. По-человечески. До свидания. Чао. Пока-пока. Моралистка. Ну, люблю таких. А я тут поняла, что мне не нравится, что это делает кто-то другой. Пардон. Так, это сюда. О, я пазлы очень люблю. Недавно племяннику купил, так ему не понравилось, представляешь? Пришлось самому собирать. Не нравится тебе здесь, да? По маме скучаю. Она тебе, кстати, привет передавала. Я вчера ей вещи завозил. Понимаешь, Саня, ей просто нужно больше времени, чтобы выздороветь. Как дела у вас, а? Шурик, ты как? Шурику только мамой называй. Извини, я не знала. Скучаю. Очень. Ну, я пойду. Да. Саня, мама говорила, вы в зоопарк собирались. У тебя как, есть еще такое желание? Без мамы. Ну, пока без мамы, малыш. Ну, что делать? Болеет мама, она должна в больнице быть. А ты ей потом все расскажешь. Хочешь так? Хочу потом все рассказать. Я поняла тебя. Давай. Алло. Разбудила? А у людей обед, между прочим, скоро. Давай без твоих ЦУ. Я и так все прекрасно понимаю. Ты как чувствуешь себя? Плохо. У меня предложение есть. Доброе дело сделаешь? Ты опять хочешь меня втянуть в свою благотворительность? Ну, Ален, я о тебе больше думаю, вообще-то. Ага. Ну, честно, посиделки с подружками – это не лучший способ решать проблему. Правда же? Ты переключись на что-нибудь. У меня вот в офисе ребенок сидит, например, скучает. Сын моей подопечная, она в больнице. Я тебе предлагаю съездить с ним в город. Ты развеешься, голову переключишь на что-нибудь другое. А малыш скучать не будет. Помогая другим, помогаешь себе? Заходишь все-таки к нам на сайт, да? Активно слежу за твоими успехами. Ладно, дай мне пять минут. Сейчас я быстренько душ приму и приеду. Спасибо. О, урочек. Мы на нем поедем? На нем, на нем. Ух ты, а можно я вперед, Саня? Ну, конечно, можно. Здрасте. Привет. Саня. Очень приятно. Да, знакомьтесь, это Алена моя подруга, а это да, как ты уже знаешь, Саня. Я Шурик. Хорошо. Ты с нами? Нет, я посмотреть, найдете вы общий язык или нет. Пристегнуться хочешь? Хочу. С Вербининым пробовала поговорить еще раз? Но он не хочет. Ладно. Сейчас, сейчас. Я обещала зоопарк. И к маме заедем? А, да я довезу, без проблем. Спасибо, я адрес сброшу. Хорошо. Ну что, Санька, пока? Пока. Значит, зоопарк, да? Ага. А ты есть не хочешь? Нет. А если честно? Я всегда честна, но скромна. Ох ты! А давай договоримся, что со мной эту скромность будешь отключать. Это как? А это я тебе по дороге отвечу. Угу, давай. Ты сейчас волнуешься? Нет. Все, пускай футболку. Ну что там? Давай дождемся результатов обследования, хорошо? Пока, отдыхай. Ну как, вкусно? Угу. Очень вкусно. Бургеры – это вообще пища богов. А теперь поедем в зоопарк? Обязательно. Мы же с тобой позавтракали? Позавтракали. Звери уже тоже в зоопарке проснулись. Я не буду таким голодными. Здравствуйте, можно? Да. Мама, привет. Мы в зоопарке. Я видел белого медведя, тигра, зебру, много змей. Но они мне не понравились. Почему? Потому что они неприятные. Я Алена, подруга Ольги. Спасибо вам огромное, что Шурика время привели. У тебя новые вещи? Это Алена купила. А еще я выбрала тебе кофту, смотри. Она серого цвета. Шурик, нельзя брать так много вещей. Эти люди и так нам очень сильно помогают. Давай не переживайте, я могу себе это позволить. Считайте подарок. Спасибо. Тоже из фонда? Нет. Меня Оля попросила развлечь Саньку. И, по-моему, у меня получилось. Да, Санек? Мам, а можно я пойду к Айоне? Она обещала показать большой дом. А где наша скромность? Алена сказала, что с ней скромность выключать. Да, это правда, я так сказала. И я действительно ему обещала показать дом. Я не против. Он может остаться у меня на ночь. Ну, в офисе тети Оли скучно, правда? Ну, если вы не против, Шурик хочет. Шурик хочет! Давайте я вам оставлю номер телефона и адрес, чтобы вы не переживали. Хорошо. Посчитали? Посчитал. Двенадцать новых колес на шесть инвалидных колясок. Вот сюда в графу цифру точную впишите, пожалуйста, сколько потратили. А что, у фонда нет денег на новые коляски? Ну, просто те совсем древние, хотя и колеса поменял. У нас не так много денег, как вы, возможно, себе представили. Да и древним коляскам будут очень рады и в поликлинике, и в любой районной амбулатории. Понял. Будьте добры, положите, пожалуйста, в сейф. У меня ключик закройте. Да! Да, Алин. А это Надя тебя попросила? Ух ты! Угу. Давай, я завтра тебя жду пока. Там проблемы какие-то? Замок сломал. Извините, я починю. У меня дома точно такой же. Завтра. Так, хорошо, я подожду до завтра. Извините, я ключи пока оставлю. Спасибо. Извините. Заходи, это мой дом. Такой большой дом, а у тебя есть дети? А, нет. А почему ты так быстро собираешь? Ну, немножко бардак. Мне здесь нравится. А ты любишь сырники? Я пью. Отлично. Значит, будем жарить сырники. А у нас получатся вкусные сырники. Ну, я на это очень надеюсь. Мама их всегда поевает в варенье. Вареньем? У меня нет варенья. А какое ты любишь варенье? Яблочное. А мы пойдем на второй этаж? Ну, конечно, пойдем. Это ты рисовала? Да нет. Это моя мама. Она художник. Красиво? Красиво. А у нас в Макеевске другие дома. Конечно, другие. Это же Грузия. Знаешь такую страну Грузия? Нет. А здесь что? А там комната. Хочешь посмотреть? Да. У тебя большой такой дом. Такая большая кровать. В этом доме все большое. Ага. Да. Здесь у нас, у меня, должна была быть детская с панорамными окнами. Вот там. И можно было бы смотреть на небо и на звезды. Сыпник и горят. Черт. Привет. Привет. Хорошо, что не ушла. Вот ключи. Спасибо. Пока. Замки. Ну, это даже лучше. Привет. Привет. Здрасте. Привет, путешественник. Надо тебе уже соскучились. Как дела у тебя? Хорошо. Идем карту покажу. Я принялась тебе. Давай тебе пакет. Спасибо. Как мальчик? Очень хороший. Не думала, что мне понравится нянчиться с ребенком. Переключилась. Практически перестала думать о Вербинине. Да я же никогда не оставалась одна. Так может еще не конец? Он же для себя уже все решил. У него теперь ребенок будет. Семья. Ну и потом, судя по тому, что я еду на развод, это конец, Оля. Конец. Ладно. Я поехала. Удачи. А вряд ли она мне поможет. Саня. Пока. Пока, Айон. Мой клиент, господин Вербинин, оставляет госпоже Вербининой дом общей площадью, 600 квадратных... Слушайте, все уже прекрасно знают, кто, что, кому оставлять. Давайте мы быстренько подпишем бумаги, и я и счастливый папаша отправятся по своим делам. Все. Всех устраивает. Бен? Бен? Бен. Я так понимаю, что никаких претензий к этому соглашению по разделу имущества у обоих сторон нет? Меня все устраивает. У меня тем более. Ну вот, с этой минуты вы официально свободные люди. Да. И еще. Мой клиент, господин Вербинин, желает довести до сведения госпожи Вербининой, что он сменил номер телефона. И надеется, что впредь госпожа Вербинина не станет его беспокоить. Если же такая необходимость все же возникнет, госпоже Вербининой следует обратиться к доверенному лицу господина Вербинина, то есть ко мне. Пьян? Разберусь с документами. Перезвоню. Хорошо. Тебя подвезти? Да нет, мне здесь нужно. За эти подойдем. Артем! Мы можем поговорить с тобой? Минутку. Алена Сергеевна, мы ведь только что с вами договорились. Ладно, Алена, я разберусь. Это в последний раз. Неужели все это только из-за того, что я не могу иметь детей? Да. Ты знаешь, как для меня это важно. Помнишь, как я хотел ребенка, а ты сделал аборт? А светская жизнь интереснее, чем быть мамой? Я простил тебя и потерял 10 лет. Я здоровый, нормальный мужик, мне 40 лет. Я хочу детей от женщины, которую люблю. Тебя я люблю очень долго, пока не понял, что ты даже не представляешь, каков масштаб нашей проблемы. А проблема очень велика. Ты никогда не будешь матерью, а я никогда не буду. Да успокойся ты. У тебя ребенок на подходе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кардиомониторы? Дорого, наверное? Не дешево. Родители нашей подопечной купили на средства, собранные для лечения. А когда она вылечится, то все это просто заберет в больницу? Умерла девочка. А сумму собрали немалую и вместе решили на эти деньги аппаратуру купить. Любая больница будет рада. По каким критериям выбирается больница? Ну, да, главный критерий. Ну, конкретно эти коробки поедут в медцентр Толокнова. Он Надю взял на лечение. А, все, можно закрывать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. Как там, Надя? Плохо. А что у нее? Может, я могу чем-то помочь? Вы здесь помогаете, а там... Там другие люди делают все, что возможно. Я позову ребят. Спасибо. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Сашка! Привет! Ты как? Алена, я мультики смотрю. Здорово. А я тоже люблю мультики смотреть, только на большом экране. Как это? Хочешь, я тебе покажу? Я вот только сейчас с тетей Олей поговорю и приду к тебе, ладно? СТУК В ДВЕРЬ Привет! Как развод? Ну, отлично. Развелась? Давай не будем об этом, ладно? А как мама Сашки? У нее была остановка сердца, Алена. Подожди, а если ей будет совсем плохо, то Сашка куда? Будем искать хороший детдом. Оль, я возьму парня погулять? Ну, по городу, оно тут скучно. Ну, поезжайте. Сашка! Пойдем мультики смотреть на большом экране. Я хочу тебе кое-что показать. Да. Там очень смешно. Смеюшки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Любая больница будет рада. А по каким критериям выбирается больница? Ну, нужда главный критерий. Но конкретно эти коробки поедут в медцентр Толокнового. Он Надю взял на лечение. М-да. М-да. Ладно. Посмотрим. Что-то в окно. Толокнов. М-да. М-да. А если за границу? Оль, ты можешь делать все что угодно. Не хочу ставить крест на этой девочке, но у нее дилитационная картиомиопатия. Здесь нужна только трансплантация. Тогда что по факту? По факту девочка умирает. Нужен донор, причем срочно. Сердце держится на препаратах. Один раз оно остановилось, мы его завели. Остановится еще раз. Можем не завести донор, Оля. Нужен донор. Как быстро находит сердце? Оль, ты понимаешь, что это сердце? Ты понимаешь, что это не может быть быстро? Это не может быть быстро. К тому же еще и четвертая группа крови у Нади. Ну, это полный набор. Оль, ты подготовь пока Надю. И позже зайду и все ей объясню. Хорошо. Хорошо, что вы приехали. А где Санька? Я Свете звонила, а она говорит, что он не в фонде. Не переживай, он соленый. Вы мне хотите что-то сказать? В общем, я скажу как есть. Тебе необходима пересадка сердца. Но это сердце, Надя. Ты понимаешь, что найти донора за месяц это очень тяжело. Мне остался месяц? В лучшем случае. Вы можете Алену набрать? Я хочу поговорить с Аней. Да, конечно. Ну как, тебе мультик понравился? Да. Ты, кстати, похож там на муху. Ой, сейчас, подожди. Так. Алло. Алена, дай Саньке трубку, пожалуйста. Да, сейчас. Алло. Привет, Шурик. Мам, я уже скучаю. Я тоже. А ты знаешь, что я делаю сегодня? Мы с Айоной были в кинотеатре и внутри мультик. Там такой большой экран, когда я вышла на улицу, все люди были маленькие, пропьюснутые и очень маленькие. У меня тоже такое ощущение было первый раз. А еще я обещала Айоне, что ты дашь ей банку о варенье. А то у меня такой большой дом, а варенья вообще нет. Ни одной банки варенья. Да, без варенья плохо. Мам, когда мы с тобой увидимся? Алло. Алло. Шурик, мне нужно идти сейчас. Я не могу больше разговаривать, я тебя потом наберу. Пока, мам. Ну? Да, держи. Ну что, попкорн? Да. Побежали. Алена... Сама захотела погулять с Аней? Да. Я не хочу, чтобы Шурик попал в детский дом. Я сама из детдома, я знаю, что это такое. Алена. Алена, хороший человек. Алена. Алена, хороший человек. Своеобразный. Но хороший. Меня зовут Максим, я хотел поговорить. Слушайте, я не знаю, какая болезнь у Нади и вообще что с ней происходит. Я хочу помочь. Сколько денег нужно? Максим, поймите, что деньги Надю не спасут. Чудо ее спасет. А деньги нет. Я могу дать нормальную сумму. Так отдайте ее в фонд, она поможет другим. Я вас умоляю, не надо про фонд, ладно? Я действительно хочу помочь человеку. Давайте так. Возьмите, пожалуйста, деньги и отдайте или на поддержание Наде, или лично ей. Скажите, что это от фонда. Чтобы она взяла их. Спасибо. Мы прилетели как смогли. Мамина палата уже здесь? Здесь, мой хороший. Санечка, давай мы здесь подождем, так мама с Аленой поговорит, хорошо? Мальчик, посиди здесь. Спасибо. Зайди в палату, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Алена, это все как-то странно. Страшно. Я вас хотела спросить, а у вас дети есть? Почему? Ну, обычная история. В молодости по глупости сделала аборт. И с тех пор детей иметь не могу. Без этого меня выбросил муж. Ну, как-то так. Ну, знаете, у меня есть сын, Шурик. У него только я. его отец нас бросил, когда я еще беременна была. Мне говорят, что я умру. Ему нужна новая мама. Я не хочу, чтобы он в детдом попал. Скажите, зачем вы проводите время с Шуриком? Ну, потому что мне нравится с Шуриком с Саней проводить время. Мне нравится, что я могу кому-то принести такую радость. Ну, хороший мальчик. Да и вроде как я ему нравлюсь. Вы ему очень нравитесь. Что ты сказала? Сказала, да. Надо попросить Толокнова, чтобы позволил мальчику ночевать с мамой. ТОМОН ТЕЛЕФОН 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 Алло. Геннадий Львович. Здравствуйте. Здравствуйте, Алена Сергеевна. Мне нужна ваша помощь. Оль, у меня новость Никакого негатива, Света, не сейчас Извини, вот Здесь вся наша отчетность Да наша отчетность и так на сайте Ну тут буквально за каждую копейку В общем, такого наворотили Что мы уже деньги отмываем Автор, надо сказать, пишет без угонька Фонды активно спекулируют На милосердие и человеческой доброте Спекулировать можно пассивно Девчонки, я в магазин на полчаса Вам что-то взять? Ну и лица у вас недобрые Это потому что я в магазин? Про нас с Татьяне очень приятное вышло А можешь заглянуть? Если вкратце, то наш фонд Наживается на несчастье Других людей В принципе, что еще они могли придумать? Не обращайте внимания Они обо всех такое пишут Журналисты Ладно, я пойду Мы же с вами планировали статью В следующем номере Да Да, я дал вам материал Но там ничего не было Вы же понимаете Это ничего У нас... Виктор Павлович Подождите У нас был уговор Честное расследование А не просто поливать грязью А как мне теперь там работать? Вы же меня подставили Можно я скажу, да? Идите в жопу Да Идите в жопу До свидания Вот здесь И вот здесь Пущу вас Прекрасно Позвольте Вот Алена Сергеевна Я вас тоже попрошу Возьмите Я вас попрошу Вот здесь мне расписаться Вот здесь И вот здесь Я вас попрошу Вот здесь, да Прекрасно Борис Олегович Я вас попрошу Поставить свой автограф Здесь Это справка О состоянии здоровья Да-да Спасибо Спасибо Ну вот и все Я вас там буду ждать Да Всего доброго Реанимация А что это реанимация? Меня здесь лечит Мам, тебе что, не нравится Эта кофта, которую я тебе выбрал? Очень нравится А почему ты ее не надеваешь? А я ее берегу Для путешествия Для какого путешествия? Мне нужно будет уехать Ты пока побудешь С Аленой А куда ты едешь? Далеко Очень далеко В другую страну А когда ты вернешься? Я не знаю, когда я вернусь На мой день рождения Я не успею на твой день рождения Мне это не нравится Пойдем, Шурик Пойдем Погаснул? Нет, он не нравится Видите? Хочу выписаться Хочешь Лечь в больницу там у себя? Зачем? Плюс две недели Ну, тебя держать насильно не могу Я дам тебе таблетки Плохо себя почувствуешь, выпишу Позвоню Оле, чтобы она Отвезла тебя на вокзал Сейчас Сейчас Деньги Ну, это На дорогу домой На жизнь На первое время Должно хватить Возьми это От фонда Возьми На Спасибо Скажи, пожалуйста Дома к тебе будет кто-то заходить Я не хочу ни с кем общаться Тем более С теми, кто будет меня опекать У тебя деньги есть? Есть Спасибо Можно я назад сяду? Надь Ты если не хочешь говорить, скажи Ну, я думаю, ты все сделала правильно Теперь с твоим ребенком все будет хорошо Ты во сколько приедешь? Ночью А ты знаешь Без него как-то Свободнее стало Дышится легче Кофе? Нет, не надо Чуть с утра Раскакало давление А так может фреш Освежится? Да я и так освежилась Твоими новостями о разводе Тема Вербинина закрыта Может коньячку? Ну, чтобы давление поднять Чего ты меня хочешь споить? У меня и так хорошее настроение У меня появился ребенок В смысле? Мам Я тоже буду фреш Да, уже делала Я усыновила этого мальчика Он из детдома? Нет Его мама тяжело больна Она умирает И она попросила меня усыновить ребенка Мы гуляли с ним пару раз В общем, ты будешь бабушкой Я надеюсь, ты понимаешь Какая это ответственность Он хороший мальчик Мам, ну хороший Ну что ж Если ты рада, то я рада Мам 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 Мама Выходи Мам 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 Открой, пожалуйста Эта Какая давно приехала. Вы же знаете, вас Оля попросила приехать? Кто? Оля из фонда попросила прийти посмотреть, как я, да? Да. Я вот пирог черт и принес. Жена испекла. Сладкий. Здесь. Знаешь что, Надя? Давай-ка поднимайся и пойдем. Поднимайся. Вставай. Я не умею утешать, Надя. Не надо. Не важно, сколько тебе осталось. Две недели, месяц, больше, меньше. Проживи это время. Пойми ситуацию и проживи его. Потому что сидеть и ждать смерти – это хуже всего. Вот ты сейчас стоишь, дышишь. У тебя бьется сердце. Ты живешь, Надя. Хочется куда-то уехать – уезжай. Хочется сделать что-то – делай. Но не думай ни о чем. Олег Степанович, вы можете больше не говорить ничего. Выходи воздухом подышать. Буду заходить. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка! Девушка, мне сейчас очень нравится то, что вы хотите делать. Уходите, я прыгну. Я стою. Слушайте, вы, если о себе не думаете, подумайте обо мне. Холодно как-то. Уходите! Девушка, если я уйду, я же тогда буду соучастником самоубийства. Зачем мне так? Как мне с этим жить? Слушайте, я думаю, что любую проблему можно решить. Почему вы все одно и то же говорите? Почему вы не можете просто уйти и оставить меня в покое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусти! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, 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 все. Да не пущу, не пущу. Все, все, все. Дай к нам. Все. 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 Давай-давай-давай. Знаю, знаю. Сам на такую херню думал. Представляешь, год в гифсе лежал с переломанным позвоночником. Так что ничего. Тоже думал вот так, прыгать хотел, вяжется. Говорили, инвалидом стану, ходить не смогу. А я даже это, покончить не мог с тобой. Ходить не мог, пришлось учиться заново. Так что это, надо бороться, понимаешь? Всегда, всегда надо бороться. Нет смысла бороться. Как это нет смысла? А ты сейчас сомневалась, прыгать или не прыгать. Значит, смысл есть? Есть, есть смысл. Чай будешь? Какой чай? Не знаю, какой у тебя дома есть. Посмотрим сейчас. То я тебя в любом случае от меня оставлю. Буду думать. Вот что. Сюда опять вернемся прыгать. Где мы будем? То сейчас темнеет скоро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш заказ. Поставьте, пожалуйста. Чек. Нет, не надо, спасибо. Держите. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Санька! К нам приехала самая лучшая пицца в мире! Помнишь, я тебе рассказывала? Да. Сейчас мы ее попробуем. А на десерт? Угадай, что у нас есть? Блинчики с яблочным вареньем. Блинчики с вареньем буду, пиццу не хочу. Понял. Держи. На. Хочешь расскажу, как я спину сломал? Ни за что не угадаешь. В школе на физре. А пока нато лазил, норматив сдавал. Вот, и один там парень у нас был, Антончик-скрипец. Короче, поставил стул такой деревянной спинкой. Ну вот я на него прямо туда и приземлился. А уж на чай, конечно, без сахара. Не то. Пирог есть. Сладкий. Она качу, что не говорила. Угощай. В комнате на тумовочке. Хорошо. Сейчас, для минутку. Ух ты. А ну. О, какой. Так, ну ты тоже давай рассказывай чего-то. Что? Что у меня случилось? Нет. Это не надо. Вообще, что-нибудь о себе, я не знаю. Что-нибудь. Ладно. Тогда я буду рассказывать. Я вообще не из Макиевска. Переехал сюда, не знаю, меньше месяца, наверное. Вообще бизнесом занимаюсь. Яблоки продаю. Кстати, надо тебе тоже будет их принести. Ох, ой. Яблоки продаю. Слушай, вкусный пирог. Ты сама пекла? Брач принес. Для поднятия настроения. Это который Олег Степанович? Месяц в городе уже со всеми познакомился. Ты же нас сама познакомил. Не помню, что. Я тебя привез к нему в больницу, когда тебе плохо стало. В магазине. В магазине. А еще я помню, тебя Надя зовут, правильно? Угу. Ну вот. А я Миша. Парень, который тебя спасает. Ну и с отец еще так, по совместительству. Слушай, ну ты правда. Больше таких поводов не давай для встреч, хорошо? А то у нас как-то традиция получается прям. Угу. 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 Сань, ты проложил себе тропу? Саш? Саша? Нравится глобус? Ага. Давай я сниму, чтобы тебя удовольствовала. Хорошо. А куда бы ты хотел поехать? В Австрию. Ого. А почему? Потому что я туда и код. И, наверное, потому что там живут кенгуры. Ты была в Австрии? Угу. У меня даже камешка оттуда есть. Хочешь покажу? Хочу. Сейчас. Держи. Ты что, настоящий путешественник? Ну, получается, что так. А знаешь, где я была? Где? Вот смотри. Отсюда. На Франции. Да. Знаешь, как ты у нас говоришь? Нет, не знаю. Мы, как ты у нас говоришь? Мы, как ты у нас говоришь? Мы, как ты у нас говоришь? Дышишь, а мы... Субтитры делал DimaTorzok Слышите? Прям-прям. Говорит баба. Вы меня слышите? Вас не слышно. Не хотят с нами разговаривать. Почему? Не знаю. Слушай, форму для выдачи нужно взять. Надо все перепроверить. Можешь перенести? Срочно? Ну, желательно. Да. Хорошо. Спасибо. Удобно. И давно ты меня... Толокнов сказал, что ты отказываешься найти деньги через фонд передавать. Вот с этого момента. Мы тебя обидели чем-то? Или, может, ты просто всех любишь грязью поливать? Нет. У меня просто сестра умерла от рака. Ее тоже лечили через фонд. Ну, а так все нормально. Все нормально. Сожалею, так бывает. Плевать тебе. Всем вам. В ваших фондах плевать на людей. Ты знаешь, что с тем фондом случилось? Его больше нет. А учредители сбежали за границу. Вместе с деньгами. А то, что у нее был мальчик, который потом остался жить со своим дядей, им было глубоко насрать. И я подозреваю, что с твоей подопечной Надей та же история. Не долечили. Не долечили, потому что нет денег. Не туда обратились. Все нормально? Да, нормально. Все, спасибо. Да, благотворительные фонды используют в корыстных интересах. Есть огромное количество прямо противоположных примеров. Совестливые люди, фонды хорошие. Они обязательно наши, но мы помогаем. Вы даете надежду, чтобы потом забрать. Мы даем надежду, потому что сами надеемся. Все до единого здесь надеются. На чудо надеются, на врачей надеются, на людей, в конце концов, которые свои личные деньги жертвуют. А я не верю в чудеса. Я верю. Понимаешь? Я верю. И чудеса случаются там, где в них верят. Ты какого черта здесь остался? Еще одну статейку гадкую накатать? Нет. Правдивую. В тот раз мне редактор помешал, но сейчас все будет честно. Мне скрывать нечего. Ты сам видел мой сейф с канцелярским замком. Статью пиши. Здесь больше не появляйся. Уступишь мне мое место? До свидания. До свидания. Надя, Надя, ты там? Это Олег Степанович. Надя! Мне позвонила Ольга. Важная новость. Здрасте. А что случилось? Да ничего. А ты господин. И точно у меня ни у кого нет? Нет. Она одна. Наня, Наня, пульс этот. Да знаю уже пульс. Надюша. Слава Богу. Вы лезете. Я же не открывала дверь. Надя, сердце есть. Сердце есть. Мне Ольга позвонила. Сердце нашли. Надо срочно ехать в столицу. Поднимайся. Поднимайся, девочка. Поднимайся. Поднимайся. Это поезд. Не успеет она поезд. Машиной надо. Есть машина, куда ехать? В столицу. За восемь часов дойдешь? Да я за пять дойду. Надя, что с ним? Иди с собой. Готовь машину. Все, я на улице. Давай. Что тебе помочь? Это дорожная сумка? Анна. Давай. Пицца! Сюда! Отлично. Здорово. Поможете с яблоками? Да, конечно. На переднюю. Все. А зачем столько яблок-то? Да, в город продам, может, получится. Так, ну все, иди. Спасибо. Держись. Можем ехать. Все получится. Слышишь? Бороться надо. Помнишь? Помню. Спасибо. Куришь? Не. Правильно. Так. Сейчас посмотрим, что у меня получилось. Смотри, какая красотища. Красиво? Такого франца мы едем. Да, он называется французский. Оп. Так. Сейчас мы его попробуем. На вкус. Да? Да. По-моему, ты не очень хочешь. Хочу. А что с настроением? Все хорошо. Надь, посмотри, вот найти цифры на мониторе. А знаешь, что они означают? Они меня теперь всегда будут пугать. Напрасно. Потому что это хорошие цифры. Они означают, что сегодня мы снимем повязку и переведем на амбулаторную. Вот так вот. Это значит, что я смогу в город выходить? Да, конечно, сможешь, Надь. Хвачу держать тебя в тесноте и духоте. Спасибо. А Алена и Шурик, мы же прилетели? Давно прилетели, оказывается. Но Алена, говорит, не хотела тревожить. Приедет сегодня. Заберет тебя на машине, увидишь Шурика. Класс. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Надя. Ну что, поехали. Да, сейчас. Как он? Отлично. Спасибо вам. Огромное спасибо. Я не знаю, как за такое благодарить. Это... Знаете, так хочется просто уехать, забрать его, забыть об этом все. Ну, конечно. Не видели сколько? Больше месяца. Надя, ему очень все нравится. Ему хорошо. И вы же официально от него отказались. А я усыновила. Думала, что я умру. А сейчас вы так не думаете? Как себя чувствуете? Хорошо. Надя, он мой сын, а я его новая мама. Вы зачем так говорите? Мы поедем? Нет. Вы ненормальные? Отвезите меня к Шурику, я вас уберу. Значит так, Надя. По бумагам Саня мой сын. И я вас очень прошу, как мама. Больше в нашей жизни не пытаться. Иначе у вас будут проблемы с законом. Выходите, пожалуйста. Это вы серьезно сейчас? Абсолютно серьезно выходите. Я заберу, Шурик. Вы же понимаете? Привет. Сова. Сова? Савабьян. Чай фруктовый. Нарси. Стаканчики такие же, как в наше время в столовке были. Да. Я помню, ты их собирала. Да. У меня до сих пор их коллекция дома. Ну, значит, пополнишь коллекцию. Ладно, Ален, ты понимаешь, что я не знаю. Я тебя сюда не ностальгировать позвала. Надя приехала в офис, все рассказала. Скажи, пожалуйста, а ты действительно считаешь себя в этой ситуации правой? Только честно. А ты считаешь, что нет? Ты не ответила на мой вопрос. Оля, она подписала договор. Она хотела как лучше для своего сына. Это не ее сын. Это мой. Ровно с того момента, как она поставила свою подпись. Ты понимаешь, что это можно юридически оспорить? Подпись. Ты меня сейчас судом угрожаешь? А ты помнишь, кто позвонил, назвал меня в больницу? Алена, она мать. А я потом его кто? Ну, насколько я сейчас вижу, ты одинокая женщина, которая запуталась и пытается ребенком решать свою психологическую проблему. Ты мне будешь рассказывать про мои психологические проблемы? У меня с головой все в порядке. И я четко, четко осознаю, что я делаю, Оля. И давай больше по этому поводу мы встречаться не будем. А приходи к нам волонтером. Эта работа, правда, помогает отвлечься от всех своих проблем. В хорошем смысле. Ты просто порой понимаешь, что у тебя все даже хорошо. А знаешь, как я сюда попала? Как? У меня очень болела мама. Мама умерла. И вот как раз волонтерство мне очень помогло. И спасибо Оле за то, что она меня сюда привела. Оля пришла. Ладно, я пойду. Надо нанимать адвокатов, подавать в суд. У меня есть адвокаты, но в такого рода делах они берут немало. Так у меня есть деньги. Есть деньги, которые фонд мне выделил. Помните? Да, я помню. Это не фонд выделил, это личное пожертвование одного нашего волонтера. Какая сумма там? Там тысяч двадцать. Двадцать тысяч? Но в этом случае это не очень много. Я попробую найти тебе адвоката за эти деньги. Давай собирайся, поедем в больницу, тебе еще лечиться надо. Надь, собирайся, а я жду в машине. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Преступление было совершено до того, как подсудимый уехал из страны. Записал? Да, есть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Света, да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте, Геннадий Иванович. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я боюсь спросить, что в этот раз. Помните, мы с вами подписали документы об усыновлении? Так вот, мать вернулась и хочет забрать у меня ребенка. Та, которая умирала? Да. Она сейчас лежит в больнице. Ей нашли новое сердце. Она даже идет на поправку. Юрочка, будьте добры, подождите меня. Передули. Присаживайтесь. Ну, извините. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, 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 так. Хорошо. Ну, а что она за человек? Деньги, большие связи есть? Ну, что она за человек? Девочка из детдома. Живет на периферии. Мужа у нее вроде бы как нет. Парня тоже, насколько я знаю. Угу. Ну, а что у вас в личной жизни? Моя личная жизнь – это мой сын. Мы завтра улетаем с ним в Англию. Так что, если она решит забрать ребенка силой, то нас уже в городе не будет. А это как раз неправильно. Почему? Потому что, если начнется судебный процесс, и тот факт, что вы сбежали из страны, это как раз на не на руку. Так что лучше остаться и основательно подготовиться к делу. А каким образом он может подготовиться? Вот что. Я так понимаю, вы нигде не работаете. Так вот, этот вопрос надо решить. Вы что, мне предлагаете устроиться на работу? Да. Придется. Алена Сергеевна, придется. Кем? Вы кто у нас по профессии? Лингвист. Прекрасно. Прекрасно. Можете работать педагогом – неплохой вариант. Ну, а после суда, если он, конечно, состоится, можете взять расчет. Алена Сергеевна, у безработной матери меньше шансов. Привет. Привет. Не ждала? Опять в городе? Да. Можешь меня поздравить? Я тут нашел себе заказчика. А это тебе. Спасибо. Да нет, что я поставлю. Слушай, ну тут, в общем, фрукты разные, витамины, яблоки главное ешь. В них пультина много. Нормально лежит обмен веществ. В общем, полезная штука. А ты давай, рассказывай, как себя чувствуешь? Нормально. Ого. Как грустно все. С сыном виделись? Не понял. Миш. Миш. Миш, куда? Да-да. Идем, идем, идем. Надь. Это она? Да. Где же ее, знаешь? Миша, нельзя. Нет, ты что? Это полицию вызовет, хуже будет. Адвоката нужно искать. Да. Садись. Да-да. Давай. Адвокат, да? Угу. Адвокат, да? Ну, щас. Щас, 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 подожди, подожди. Как тебе? Тю-рин, да. Тюрин. 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 Здрасте. Здравствуйте. Быстро. Это Надя, это дядя Коля. Давай, выкладывай. Ну что говорить. Я отказалась от своего шестилетнего сына, когда думала, что умру. Отдала на усыновление женщине. Сейчас меня вылечили, месяц прошел. Я хочу забрать ребенка. Не отдают. А отец у ребенка есть? Да, но я сама воспитываю. Кем работаешь? Пока без работы. Образование есть? Среднее. Я из детдом. Ребята, я даже боюсь задавать вопросы. Слушай, а деньги у вас на этот суд есть? 20 тысяч. Извините. Ребята, я тоже за что-то должен кормить семью. Спасибо, что вы слушали. До свидания. Всего доброго. Миша. Дядь, Коль. Зря стараешься. Даже не начинай. Почему? Болеющая. Безработная мать-одиночка. Я знаю. Из детдома. Хочет вернуть ребенка. Здесь без шансов. Еще и деньги не платит. Знаете, кто у нее усыновил ребенка? Кто такая? Алена Вербинова. Не могли не видеть. Миша, тут точно без шансов. Хорошо, да. С одной стороны так. С другой. Представьте. Вы ведете дело. Тяжело больной. Матери-одиночки из детдома, которая пытается отобрать своего родного ребенка вот этой самой Алены Вербининой. Я думаю, будет очень много шума. Так, 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 так. Ты еще не одета? Саня. У меня есть новость, которая тебе не очень понравится. Мы что, никуда не поедем? Ну, сегодня нет. Мне просто нужно устроиться на работу. Но это ненадолго, я тебе обещаю. А потом мы с тобой обязательно съездим. Куда захочешь. Англия, Австралия, Италия, Испания. Да, молодец. Слушай, ну, дядя Коля, конечно, в хватке у нас всегда был. Ты же ему все рассказала, да? Да. А, ну, вот, короче. Как ты его уговорил? Так я же тоже в хватке торгаш. Ну, просто убедил, что 20 тысяч для такого дела слишком много. Сумасыть. Спасибо. Да нет, что ты. Представляешь, эти 20 тысяч пожертвовал один волонтер из фонда. Да точно. Бывает же. Спасибо. Я сейчас позвоню Ольге, попрошу его номер. А, да. Надь, дядя Коля просил. Помнишь, не забудь, пожалуйста, сейчас попроси, чтобы тебя взяли завтра же в штат фонда. Хорошо. Давай, обязательно. Ноги. Ноги. Спасибо. Здравствуйте, Тимофей Петрович. Алена, здравствуй. Присаживайся. Спасибо. Ну, честно говоря, думал, шутишь по телефону, а, ну, правда, вообще не думал, что ты когда-нибудь к нам заявишься. Ну, как же я без родных-то стен. Слушай, ты серьезно хочешь быть преподавателем французского? Очень хочу. Да я же прекрасно училась, вы помните, ездила по обмену в другие страны. Ну, а ты уже где-то работала? Переводчиком. Где? У мужа в компании. На конференциях. Алёна. Ну, ты же понимаешь, что преподавание это несколько иное. Ну, Тимофей Петрович, мне очень нужна эта работа. До свидания, Тимофей Петрович. До свидания. Ну, возьмите меня на испытательный срок. Дальше посмотрите. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, Алёна, сделаем так, месяц, а там посмотрим, идёт? Идёт. Алё, мам, привет. Привет, Алёна. А мне помощь твоя нужна. Что-то случилось? На работу выхожу. Алё, что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Всё хорошо. Алёна. Приезжай домой, поговорим. Странная ситуация получается. Если я не работаю и сижу с ребёнком, то я плохая мать. А если она не моя няню, то хорошая. Я считаю, ты неправильно себя повела с этой девочкой. А почему я другого от тебя не ожидал? Вообще-то ты моя мама. Алёна, всего месяц прошёл. Значит так, я поступаю правильно. И давай не начинай. Я тебя просто попросила посидеть с ребёнком, пока я работаю. Неужели это сложно? Не сложно. Я сейчас пойду и ближе познакомлюсь с мальчиком. А ты о чём думаешь? А ты о чём думаешь? Думаю, где сейчас мама. Привет. 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 Что случилось? Да так, проведать пришёл. Ага. Извиниться хочу за то, что я ляпнул тогда по поводу твоей подопечной Нади. Она мне позвонила. Оказывается, вы продолжаете лечение, всё хорошо? Да, нашли донора. Статью ещё свою хотел написать. Пробил твой фонд по своим каналам. Тут тоже оказался неправ. В общем, не к чему придраться. Ну, я рада, что у нас появился такой чудесный ревизор. Теперь я буду окончательно уверена в качестве своей работы. До свидания, Валя. Пока. Пока, Саша. Ой, ну, я же извиниться пришёл. Да я поняла. У тебя отлично получается. Нормально всё. Все ошибаются. Извини мне, пара. Для того, чтобы нам получить реальную возможность выиграть, нам надо закрыть все неудобные моменты из твоей нынешней жизни. В фонде уже работаешь? Да. Отлично. Вот ещё один важный момент. Я нашёл, где работает Сергей Хлебородов. А это зачем? Если ты в суд придёшь с настоящим отцом ребёнка, это уже полноценная семья. Пока ты мать-одиночка. Он не придёт. Почему? Он не станет помогать. Ему не нужен ребёнок. Он не будет помогать. Надя, нам надо, чтобы он помог. Объясни ему, что это только для суда. После суда сразу откажется. Это увеличивает твои шансы перед Вербининой. Она тоже мать-одиночка. Поехали. Тепенч. Тепенч. ТЕЛЕФОННЫЙ СБАКИ ТЕЛЕФОННЫЙ СИГНАЛ ТЕЛЕФОННЫЙ СОН Что, вы здесь приехали? Угу. Пойдите с тобой? Нет, я сама. Ну, я пока машину перепрокурю. Спасибо. Девушка, подскажите, пожалуйста, Сергей Хлебородов, офис 217. Мне как с ним связаться? Он очень занят, а вы по какому вопросу? По очень важному личному вопросу. Сергей Александрович, тут к вам девушка. Как зовут? Надя Филиппова. Надежда Филиппова. Хочет поговорить. Говорит по важному личному вопросу. Угу. Сейчас пустится. Вам повезло. У него обед. Спасибо. У меня колесо спустило. Снизу. Угу. Да, что вы говорите. А я-то не заметила сижу. Я вас сейчас сижу, жду. Пойдемте, у меня колесо в багажнике. Еще дольше ехать нельзя было? Так, домкрат, инструменты есть? А ваши? А этот не подойдут. Вот, пожалуйста, домкрат. Вот запаска. Ага. Вот это, да? Давайте быстрее. Сейчас закрывать буду. Кто-то. Яна? Да. Ну, иди уже. Здравствуйте. Здравствуй, Сереж. Извините, я не могу вспомнить, где мы могли видеться. В Макеевске. Семь лет назад. Наде. А, Надя, да. Ну, и что ты здесь делаешь? Мне нужна помощь с нашим сыном. Понимаешь, такая ситуация… Надюш, мы, кажется, еще тогда договорились, что я не имею никакого отношения к твоему сыну. Ну, ты и твой сын тоже. Надюш, ну, давай так громко об этом не говорить. Вообще, я предлагаю прийти в кафе, присесть. Мы привлекаем слишком много внимания. Прошу. Он засранится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 французский ухты так что случилось решила провести занятия творчески предложила ребятам завязать знакомство с девушкой в интернете на французском и что а ты ничего такая тёлочка задних рядов они на французском сказали если вы крутите крутить кручу кручу ваш суп сергей александрович короче через пару минут спасибо за что вам что ничего спасибо надя я тебе сразу объясню чем сегодня в общем мне все хорошо свой бизнес машина квартира короче жизнь удалась меньше всего я сейчас хочу думать о детях и каких-то там ошибках прошло меня не понял мне просто нужно помочь вернуть сына у меня была тяжелая болезнь мне пришлось отдать его на усыновление сейчас эта женщина не хочет его отдавать если ты его признаешь своим мне будет проще его отсудить все надь ты меня не понимаешь суд мне сейчас вообще не нужен да и вообще какой он мой его даже в глаза не видел даже не знаю как его зовут шурик его зовут да какая разница шурик гарик ладно сделаем так эти там дам денег здесь приличная сумма для тебя прилично ты можешь потратить так как считаешь нужным но мы с тобой договоримся ты берешь деньги и больше тебя никогда не вижу вообще никогда но если ты снова появишься и начнешь меня шантажировать я тебя не шантажирую послушай если ты снова появишься и начнешь меня шантажировать лучше этого не делать сколько так то я тебе посчитаю значит инструмент ваш улыбку и салфетку а понятно сколько это не сколько я преподаватель работаю здесь зарубежная литература инструменты мои но они по дереву это я завхозу давал простите пожалуйста все нормально можно салфеточку я на парус пошел да извините ради бога все хорошо да еще одно увидимся если задержусь задержитесь первый раз всегда тяжело я только что понял простите еще раз все нормально спасибо будьте здоровы не поможет да денег дал сказал что больше не появлялась вот с чем я их взяла это в офисе говорили да в кафе там у них как раз обедал ну понятно Миша ты что говоришь ты что говоришь да иди быстрее быстрее все хорошо деньги отдай отдай пожалуйста все хорошо все порядке хрена зачем так нормально же попросить по человечески помочь а ты вот это вот да нормально ребят тихо тихо не трогать его чё смотрите а куда вы вы теперь угадайте девушка отделение хотите с нами какое отделение двадцать второе машину закрой и ключи забери пожалуйста смотри а что это за место это грузия есть такая страна я знаю алена говорит что ты очень любишь путешествовать это правда да а ты расстроился что не полетел с аленой в англию да а почему ты хотел полететь именно в англию что там может быть мама почему ты считаешь что мама именно там просто она сказала что она выезжает очень далеко ты хочешь путешествовать потому что ты хочешь найти маму я я найду всем привет да да привет как вы все хорошо как ты хорошо я наконец-то приехал к своему любимому мальчику о а это ты нарисовал нет конечно мне поставили занятия завтра подменишь меня ну конечно занимайся своими делами все хорошо я пойду поразил я пойду поразил ох ребята вы усложняете и так нереальное дело что теперь с ним будет что с тобой будет лучше спроси если этот сергей действительно такой крутой то история с мишей ничем хорошим не закончится и ты к ней имеешь прямое отношение для нас это очень опасно ты вымогала деньги у отца своего сына подождите я не вымогала вымогала для суда вымогала это так можно обыграть что теперь делать попробую что-то узнать о твоем сергея хлебородове не горты скажи дэвиду что мы хотим представить новый проект от нашей компании танчик открой порт дэвид ну что ты мне нужно чтобы ты забрал заявление на нишу тот который тебе нос разбил помнишь иначе я расскажу о том что у тебя есть ребенок твоей жене твоему богатому папочки и вообще всем от кого ты зависишь еслиographом звони в полицию сережу Дэвид джис монменит 22 отделение спасибо сейчас телефончик найду а ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Оль. Привет, ну что, ты на процедурах? Нет, скоро еду. Ладно, завтра утром подъезжай ко мне. Нужно будет вместе съездить по одному делу. Завтра же я объясню, давай. Хорошо, давай. Надь! Привет. Все нормально, он забрал заявление. Ну? Ну чего это стоило? Пришлось серьезно поговорить. Вот, держи ключи. Надь, прости, пожалуйста. Я, правда, не хотел. Все нормально, но он все равно не помог. Пойдем. Да, давай идем, заберем машинку. Спасибо. Как тебе? Требьян. Тихо. Солнышко мое, прости, что я так долго и так часто отсутствую. Я сегодня постараюсь приехать пораньше, ладно? Да. Я люблю тебя. Пока. Пока. Бай-бай. Все. А теперь сюрприз. Юлька, так, договорились о Лене Днислова. Ему сейчас л向ир, я не могу. П Librer. Хью. А миру входит… Накромага… Значит так. Мы поедем к Саньке. Мама Алены захотела помочь, она видит, что мальчик по тебе скучает. Хорошо. Поехали. Но есть один момент. Это будет единственная встреча. Пока одна. Никто об этом не должен знать. Для суда это будет неприемлемым. То, что ты встречаешься с ребенком, от которого отказалась. Они могут это трактовать как игру на его чувствах. Понимаешь? Хорошо. Я поняла. Никто не должен знать. Даже адвокат. А что это за место? Это сквер с фонтаном. Который построил Карл. Надя. Только не сделай глупостей, пожалуйста. Ладно? Хорошо. Я поняла. Мы вернем ребенка законным путем. Поэтому этот сквер называется фонтан короля. Какого короля? Вот этого короля, который вон сидит на скамеечке. Видишь? Это же моя мама! Ты уже вылечилась? Я уже вылечилась. Почти. Почти вылечилась. Я не знаю, как с ней разговаривать. Она не понимает, что делает. Надя готовится к суду. Не сегодня, а завтра. Подадут заявление. Да, да. Алена. Алена знает, что так не зайдет и собирается выиграть. Даже на работу пошла. Мальчик все время ждет, когда вернется мама. Мне кажется, что вот когда они были с Санькой во Франции, он тоже ей задавал все время вопросы о маме. Ну, она мне, конечно, этого не рассказала. Только говорила, как они прекрасно провели время. И что он уже начинает считать ее своей мамой. Мне уже надоело. Мы скоро поедем. Скоро поедем. Я тебе обещаю. Мне сейчас нужно ехать, но мы скоро увидимся. Я же тебе никогда не вру. Ты помнишь? Мы на твой день рождения поедем. Я тебе обещаю. Поедем в Макеевск. Ты мне веришь? Ну, чего ты? Что? Верю. Можешь в одежде? Я держу. Что ты делаешь? Я хочу, чтобы ты была у меня на телефоне. Ваня. Так мне улыбаться или как? Или серьезное? Алло, улыбаться? Или что? Или серьезное? Алло, улыбаться? Ну, говори, что мне делать. Я тикатать буду. Шурик. Привет. Привет. Опять рисуешь? Их уже вешать некуда. А кто тебе сказал, что тебе? Я себе ее заберу. Где Санька? У себя. Саша. Давай как злодей фотографируй. Санька. Сань. Я тебя люблю. Санька. Я тоже. Санька. 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 Что ты там смотришь? Мультики. Это же не мультики, я вижу. Я тебя люблю. Ты зачем это сделала? Прости, бабушка. Все в порядке. Все хорошо. Санька. Иди в комнату к себе. Нам с бабушкой поговорить нужно. Вдвоем. Ты зачем это сделала? Посмотри на мальчика. Ему нужна мать. Понимаешь? Настоящая мать. И она у него жива. Мне жалко эту девочку. А меня тебе не жалко. Нет. Мне тебя не жалко. Почему я тебя должна жалеть? У тебя все пьяно. Ну муж ушел. Подумаешь? Такое бывает. Девочка вон еле концы с концами сводит. Такое пережила. Сердце пересадили. А ты еще ребенка у нее слышишь? Ты никому не отбирала. Да я слышала уже. Подписала она. Бумаги. Да она подписала. Я его полюбила. Да что ты полюбила? Кого ты полюбила? Ты ситуацию полюбила. Да тебе ну не плевать на него. Ты вообще о нем не думаешь. Заткнись. Уходи. 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 Разрешите здесь присесть? Обещаю, надоедать не буду. Спасибо. Извините, у вас на блузочке. Все хорошо. Ну, как видите. Просто мне кажется, что дело не в этом. Он обещал иногда доедать. Извините. У меня у подруги, у Ани, проблема. Она ребенка усыновила у больной матери. Она смертельно больной матери. А та все-таки выжила и требует, чтобы она ребенка вернула. Ну, так это же сюжет Соломоновой притчи о двух женщинах, которые не могли мальчика поделить. Помните, каждая из них говорила, что это ее сын? Тогда Соломон приказал мальчика разделить на две равные части. Разрезы. И одна из женщин моментально отказалась от ребенка. Это и была настоящая мама. Соломон отдал ребенка ей. Понятно. Тоже считаете, что нужно отдать ребенка настоящей матери? Понимаете, тут вопрос, кто настоящая мама. Потому что я таких матерей видел, что, прости господи, а настоящая мама, она всегда думает о ребенке. И в этой ситуации, мне кажется, тоже в первую очередь надо подумать о том, чего хочет мальчик. Мне так кажется. Понятно. Ладно, передам Алене. Спасибо большое. Приятного аппетита. До встречи. До встречи. Благотворительный фонд Добрые Руки не бросил свою подопечную и продолжил лечение. Так, 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 сейчас. О, помимо этого, директор фонда активно принимает участие в подготовке к судебному делу, чтобы вернуть сына своей подопечной… Дай, пожалуйста, Надежде Филипповой. Ты смотри, много ж написал. А ты с Зуевым разговаривала, да, Надь? Да, он предложил написать статью. Адвокат сказал, что это может помочь. Он позвонил несколько раз, я ему все рассказала. А что… Нет, все в порядке. Ссылку сбрось мне, пожалуйста. Хорошо. Геннадий Львович. Надо записать интервью. Какое интервью? Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Интервью, в котором вы со своим приемным сыном сидите дома на диване, радуетесь, улыбаетесь и у вас все хорошо. Да кому это интересно? После развода с Вербининым я вообще никому не нужна. Ну, зато после статьи некого Зуева вы можете стать очень интересным, если мы не запишем это интервью, в котором будет понятно, что ваш сын любит новую маму. Так что я найду людей, которые это все сделают, понадобится пару дней, а вы настройте мальчика на искреннюю улыбку. А что вы настраиваете? Он и так меня любит. Ну, тогда никаких проблем. Сань, ну что, ты готов к съемке? Нет. Как это нет? Ты что, испугался? Да ну перестань! Я тоже, знаешь, иногда так переживаю перед съемкой. Да, спасибо, я сама. Смотри, у нас сейчас будут брать интервью, потом нас покажут по телевизору. Мы с тобой будем смотреть вместо мультиков вот эта камера, видишь? Смотри туда. Нам будут задавать вопросы, мы будем отвечать, улыбаться, хорошо? Кость, мы можем? Можем. Так, ну что, давайте. Сейчас. Садись. Давайте попробуем привести свое настроение в порядок, да, развеселиться. Кость, мы можем? Можем. Можно? Алена, расскажите нам, пожалуйста, что такое жизнь матери-одиночки? Неужели все так сложно или ничего не имеет значения, если ваш сын вас любит? Ну, конечно, это очень важно, когда ребенок любит. Ах, ничего на свете не имеет значения. А расскажите, как вы проводите вместе время? Ну, мы любим путешествовать, правда, Сань? Вот недавно мы были в Париже, гуляли там по городу, ели круассаны, да? Были на Эйфелевой башне. Саша, тебе понравилась Эйфелева башня? Мне это не нравится. Алена, вы не переживайте, это дети, такое бывает. Мы сейчас сделаем еще один дубль, и все у нас будет хорошо, да? Кость, давай еще один дубль. Саша. Саша, прости меня, пожалуйста. Я так больше не буду. Саша! Стопайся. Давайте быстрее собирайтесь и уходите. Ну что, господа, скоро суд. Какие у нас шансы? Шансы есть. Нам удалось сделать из тебя социально активную молодую девушку, которая больше не умирает от тяжелой болезни, а стремительно идет на выздоровление и хочет вернуть ребенка. Почти удалось. Почему почти? Потому что не удалось договориться с отцом ребенка. И это плохо. Вербинина. Тоже мать-одиночка, но у нее много денег и связей. Я, кстати, пробил ее адвоката Емпольского. Засранец еще тот. Но с нашим судьей хорошо не знаком. Это плюс. Выходи за меня. Что? В смысле, я ей предлагаю фиктивный враг. Это поможет вернуть сына. Правильно. Да? Нет, это как-то неправильно. Захочем и разведемся. В любом случае разведемся. Это же для суда только. Это правильно. У меня есть знакомый в ЗАГСе. Сейчас дуйте туда. Угу. Надо успеть. И сегодня все оформим. Надо успеть к суду. Да. Алена Сергеевна, Алена Сергеевна. Вы вообще сами хотите выиграть это дело? Давайте хотя бы вы не начинайте уже. Что не начинаете? Вы мне сами говорили, что с сыном у вас хорошие отношения. И что проблем с интервью не будет. Говорили? У меня были хорошие взаимоотношения с сыном. До тех пор, пока он не увиделся с мамой со своей. Но я об этом не знала. Мама. Ну а как же так получилось? Мать моя меня подставила. Ладно, это уже не важно. Паспорт. Вы ведь. Ну что, вот мы и поженились, да? Прости, я как-то... Да. Плохо пошутил. Извини, я сейчас просто как-то нервничаю. Не знаю, ну потому что... Это странное чувство. Миша. Я не могу сейчас думать ни о чем, кроме Шурика. Ты понимаешь же. Я правда, я... Я очень рада, что... Ты появился в моей жизни. И... Надя... Мне этого достаточно. Ну садись у меня. Поехали. Сами спускайся, к нам кое-кто приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена. Маша. Да, очень приятно. Поехали. Это Маша. Она с тобой посидит, пока меня дома не будет. Хорошо? Хорошо. У него что-то с настроением сегодня. Вы проходите, я вам все покажу. Мне просто нужно убегать. Хорошо. Не переживай сильно. Ты должна быть уверена в своей правоте перед судью. Дядя Коля, я думал, вы в первый раз в суде тоже переживали. Так а ну иди сюда. Почему? Где кольцо? А твое? У вас есть кольцо? Да. Да. Ну дайте. Теань. Так стоп. Спасибо. Похоже на обручание. Да. Угу. Ну все. Пойдем. Ваша честь. Мы не оспариваем тот факт, что Алена Вербинина имеет законное основание называть Александра Сергеевича Филиппова своим сыном. Мы только говорим, что Надя приняла решение под воздействием очень важного фактора. Смерти. Сейчас Надя идет на выздоровление. И поэтому ребенок должен быть со своей настоящей матерью. И не потому, что она так хочет, а потому, что все, кто знаком с Надей, они все знают. Она и есть пример настоящей матери. Позвольте, Ваша честь, я бы просил не употреблять больше термин «настоящая мать». Давайте говорить биологическое. Согласен. Зовите своего свидетеля. Будьте добры, Козлова. Козлова. Ваша честь, свидетель Козлова Тамара Алексеевна, воспитатель детского сада. Человек, который тоже хорошо знаком с Надеждой Филипповой. Ну, я всегда сомневалась по поводу Нади. Приводила ребенка в садик первый, забирала последний. Я даже думала, что он ей не нужен. Однажды даже сама домой его привела в эти условия. нехорошие, скажем так. Я просила, потому что я работала в эти условия. Успокойся, они ее купили. Только давайте по факту без личного отношения. Да. Ну, квартирка маленькая, очень. Кухонька, комнатка, холодно. Спят вдвоем на раскладном диване. Я потом поняла, почему Сашка первый засыпал в тихий час. Не высыпался дома, наверное. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Меня еще не звали? Нет. Ну, хорошо. Это что, тоже свидетель? Ну, да. Я все-таки с мальчиком столько общался, когда волонтером был. Я расскажу, как он скучал все время. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нервничаешь? Очень. Ну, ничего. Чудеса случаются там, где в них верят. Правильно? Правильно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Симаков! Нужно здесь. Я окошко открою. Да. Ольга, вы как человек, который, в принципе, всех и познакомил в этой истории, скажите, а мальчику нравилось проводить время с Аленой Сергеевной? Да, но тогда он не знал, что больше не увидит маму. Ну, да, да, да. Когда узнал, расстроился, это понятно. Ну, потом, Алена Сергеевна, она нашла подход к ребенку? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, Алена старалась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И насколько я знаю, это у нее получилось. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, вы мне скажите другое. Эм... Вот какое было настроение у мальчика, когда, последний раз, вы его видели? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В аэропорту у мальчика было хорошее настроение, но до этого момента ребенок не выезжал за рубеж и не летал на самолете. В тот день с Аленой они впервые собирались лететь во Францию. Именно поэтому у мальчика было хорошее настроение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, да, конечно. И именно в аэропорту последний раз вы видели мальчика, правильно? Да. Спасибо. Борис Олегович, по результатам обследований на данный момент жизни Надежды Филипповой что-то угрожает? Нет, абсолютно ничего. Пациентка идет на поправку, а сердце донора хорошо адаптируется к организму. А есть вероятность резкого ухудшения ситуации? Ну, такая возможность есть всегда, даже у здорового человека. Но мы же с вами не будем обсуждать сейчас вероятность одного процента, верно? Борис Олегович, а напомните, сколько у Нади было процентов на жизнь, когда вы искали донора? Один процент. И он сработал. Надежда жива. А вы говорите. Проходите в зал. Надежда Филиппова. Скажите, Надежда, а когда последний раз вы видели Александра Сергеевича Филиппова? Полтора месяца назад. Ну да. И вы, конечно, хотели видеть его еще раньше, но понимали, что это неправильно по отношению к ребенку, который только-только начинает привыкать к своей новой... Протестую. Адвокат сам дает показания. Принимается. Да, конечно. Хорошо. Скажите тогда нам, Надежда, а у вас вообще есть работа в Макеевске? Была. Я уволилась, когда думала, что умру. Понятно. Вот если мы допустим, только допустим, что сын снова вернется к вам, как вы собираетесь его содержать? Мы наслышаны в ваших условиях. У моего мужа есть работа и квартира. Работа и квартира? Надежда, ну, ну, кого вы обманываете? Вы три дня тому назад оформили брак. Неужели вы думаете, что мы поверим, что вы были настолько влюблены и романтически настроены, что перед судом вышли замуж и забыли о своем сыне? Я никогда не забываю о своем сыне. Все-все-все-все-все. Вы злитесь. Я заканчиваю. Только позвольте, только всего лишь один вопрос. Точнее, так себе замечание. Вы действительно не видели сына Алены Сергеевны, ну, скажем так, неделю-две тому назад? Скажите, если виделись, а то мне придется чего доброго еще позвать свидетелей, будет. Ох, некрасиво. Да, я видела Шурика. И там была Ольга. Да. Вот, Ваша честь, прошу вас обратить внимание на то, что показания некоторых свидетелей Надежды Филипповой были нечестными, а больше всего смущает и настораживает тот факт, что сама Надежда Филиппова, которая хочет показаться нам честной, порядочной, справедливой, любящей, просто врет. У меня все. Присаживайтесь надежно. Ольге Георгиевне Сиваковой будет выписан штраф за дачу ложных показаний. Алена Сергеевна Вербинина. Товарищ судья, я прошу перенести слушание. Почему? Мне только что пришла важная информация, которая может повлиять на опрос ответчика. Мне необходимо ее изучить. Заседание переносится на послезавтра, 22 февраля. Надя, мы с тобой договорились, что ты мне все будешь рассказывать. Я не думала, что об этом кто-то узнает. Тем более Алену. Об этом знала даже Ольга. Не я. А вот это дело мы почти проиграли. Это я еще себя сдерживаю. Вы же говорили, у вас новые какие-то факты появились. У меня нет никаких новых фактов. Я просто время тянул. Ты должна заявить, что ты отказалась от сына в состоянии измененного сознания из-за лекарств, которыми тебя обкололи. Кто обкололил? Профессор Толокнов. По просьбе Ольги, а ее попросила Алена. Две лучшие подруги решили провернуть эту схему с умирающей девушкой. Потому что одна из них, Алена, которая всегда хотела иметь детей, получила сына. Ну, Ольга, тебе не помогла с адвокатом, а? Она не успела. Мне Миша помог. Наденька, ну это не важно. Я рассказываю тебе историю, которую мы можем обыграть, чтобы выиграть суд. Надь, ты хочешь вернуть сына? Она что сказала? Чтобы выиграть суд, мне нужно соврать. Сказать, что Ольга и Олег Борисович в сговоре с Аленой. Они обкололи меня препаратами, чтобы забрать моего сына. Что за бред? Это единственный способ выиграть суд. Я что-то сказала? Не смотри на меня. Не смотри на меня так. Надь. Я пешком пойду. Надь! Надь. Я знаю, что я делаю неправильно. Я знаю! Успокойся, пожалуйста. Я устала. Все хорошо. Я устала. Я хочу, хочу уехать из этого города. Я хочу просто забрать своего сына и уехать. Все, все, все. Надь, Надь. И ехать из этого города. Все, 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 все. Все, все так и будет. Так, все. Все, тихо, 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 тихо. Что, что, что так надо? Делаю. Значит, так надо. Значит, да, правильно. Это хорошо, да? Надь, я с тобой. Я с тобой. Я всегда с тобой. Ну, Шурик, а завтра? Послезавтра день рождения. Значит, мы точно победим. Все. Да? Все. Ты чумил? Что это, что это? Все, проще. День добрый. А что там решила Аня? Ну, Аня, подруга ваша, которая решила усыновить мальчика. Ну, вы же уже прекрасно понимаете, что речь шла не о моей подруге, а обо мне. Да. После вашего суда здесь об этом много говорят. Да. Много говорят, много думают. Много смотрят. Давайте хотя бы вы не начинайте. Я не собирался. Вы же взрослый человек, вы сами понимаете, что вы делаете, поэтому... Поэтому удачи вам, если считаете, что вы правы. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто у нас сегодня именинник? Таня, скоро мама приедет в сюрприз. Панорамные окна. Ты когда-то видела вообще такие? Картины? Ну, я, если честно, не разбираюсь, но мальчик спит, у меня просто время есть. Да. Вкусно, вкусно, да. Алена Вербинина. Алена, вы бесплодны? Да. Поэтому вас сбросил муж, да? Да, но какое-то имеет отношение к делу. Ответ – да. Вы с Ольгой Сиваковой хорошие подруги, верно? Да, были. Скажите, вы общались о судьбе мальчика с Ольгой до того, как Надя предложила вам его усыновление? Да. Спасибо. Ваша честь, у меня есть информация, что усыновление было продумано Аленой Вербининой и Ольгой Сиваковой заранее. Вы это серьезно? Ваша честь, я могу продолжать? Продолжайте. После развода с мужем, Алена была в глубокой депрессии из-за своей бездетности. Тут подвернулся ребенок. Она решила его усыновить, но проблема – мама еще жива. Из-за этого Алена договорилась с Ольгой, как обмануть Надю, симулировать предсмертное состояние. И это не проблема. Профессор Толошнев… Что за бред вы несете? Это не бред. Это то, что вы пытались скрыть. Но Надя все знала. Вы знали об этом? Да. Тогда почему мы слушали совсем другую историю? Алена Сергеевна, присаживайтесь. Тогда идите, Надя, и рассказывайте, как было все на самом деле. Я подслушала разговор Ольги и Алены возле палаты. Они обсуждали, как заберут моего сына. Так почему вы сразу правду не рассказали? Потому что тогда Ольга и профессор Толокнов не стали бы свидетельствовать. Ваша честь, нам необходимы были настоящие свидетели. И поэтому мы договорились с Ольгой и профессором Толокновым об умолчании некоторых фактов взамен на поддержку данной жизни. Извините, это мы выдумали с адвокатом. Я просто хочу забрать своего ребенка. Вы не представляете, насколько для меня это важно. Я просто хочу забрать своего ребенка. Врать точно. Не лучший способ выиграть суд. Заседание объявляется закрытым. А у кого сегодня день рождения? Где наш именинник? Что? Санька сбежал. Как сбежал? Я не знаю. Он был постоянно в своей комнате, а потом... Я не знаю. Я у соседей спросила, они сказали, что видели его часа четыре назад. Четыре часа? Четыре часа? А ты где была все это время? Ты что это делала? Ты почему не пошла его искать? Не знаю. Я не знала, как дом закрыть. Я позвонила в полицию, они сказали, что будут искать. Я вам тоже звонила, но вы трубку не брали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вы не видели здесь мальчика в синей куртке с красным рюкзаком? Нет, не видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Алёна, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут вам звоню спросить, как у вас дела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы меня слышите, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где вы увидели последний раз? Дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он был с няней и сбежал во время суда. Что полиции говорили там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звонили, ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, может, куда не мог пойти? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю. Наверное, я пошел искать свою маму. Настоящую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы с ней уже говорили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я даже звонить ей боюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, вам стоит с ней связаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останьте меня, пожалуйста, в покое. Надя, это Алена. Саня пропал. Как пропал? В смысле пропал? Я не знаю, где он. Я обыскала весь город, все районы. Он, видимо, пошел искать тебя. Может, ты знаешь, где это он может быть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он мог пойти в парк, где мы с ним были. Я не знаю, как туда ехать. Так туда его моя мама отвезла. Я сейчас ей позвоню. Ты давай, одевайся. Я жду тебя на улице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шурик! 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 Холодно. Как мы с тобой грелись? Как мы грелись с тобой? Сегодня мой день рождения. Мама. Я помню. Я всегда помню. Может, вы проедете ко мне? Я недалеко живу. Саня, отдохнете, согреется. Куда нести? Наверх. Первая дверь направо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ботиночки. Вот так вот. Дай шапку. Не холодно. Сейчас будет тепло. Я пойду. Спасибо. Сейчас будет тепло. Так, теплее. Угу. Мамка, еще гобус. Гобус? Теплее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вина? Спасибо. Теперь вы меня осуждаете. Нет. Ммм. Конечно. Просто мне кажется, что вы сами себя сейчас осуждаете. Я не знаю, что мне делать. Скажите, а вы любите этого мальчика? Вот вы сейчас начнете мне рассказывать о том, что если любишь, отпусти. Надо делать так, как будет ему лучше. Запомни, я эту вашу притчу. У вас дети есть? Нет. Я не могу иметь детей. Из-за этого меня бросил муж. Вас бросил муж только потому, что вы не можете иметь детей. Совсем так. Я их, в принципе, не хотела. А потом появился Саня и захотела. Очень страшно его потерять. Очень. Может, и потому, что он был вашим первым. Ну, первым... Первым материнским чувством, первой материнской любовью. А первую любовь, знаете, всегда страшно потерять. Потому что кажется, что все, больше такого никогда не будет. Это же... Это же не так. Вы же знаете. Может, надо просто уметь отпускать. Вот тогда в коридоре мне казалось, что вы меня поддерживаете. Я тогда вам сказал, что если вы будете уверены в том, что вы делаете, то делаете. А сейчас мне кажется, что вы не уверены. Не провожайте ее. Я пойду. Спокойной ночи. До свидания. Я утром забираю Шурика, и мы уезжаем. Хорошо. Я завтра позвоню адвокату, он подготовит документы. Прости. Нашли? Нашли. Господи. Завтра. Надя. Все. 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 КОНЕЦ Здорово. Миша. Саня. Класс. Ну что, Сань, готов ехать домой? Готов. Молодец. Купил? Конечно купил. Ну что, Надеж, счастливо. Приезжайте к нам в гости. Да. Мы всегда будем рады вас видеть. Ну что, Сань, скоро школа. Держись. Сами ее не люблю. Санечка. Пока. Пока. Слушайте, ну не навсегда же прощаемся, да? Чего грустить? Давайте садимся. Давайте. Давай, Санька, запрыгивай. Да. А, сюда. Подожди, подожди. Стоп. Тимофей Петрович, могу я с вами поговорить? У меня через десять минут. Мне десять минут хватит. Я бы хотела продолжить работу. Алена. Твоё судебное дело смущает некоторых наших сотрудников. Я понимаю. Тебе тяжело будет. А что если вы меня переведете в школу при институте? Там же есть французский. Я могу преподавать детям. Я могу преподавать детям. Ален. Дети. Ну это же сложно. Тимофей Петрович, я это очень хорошо понимаю. И очень этого хочу. Тимофей Петрович, я это очень хорошо понимаю. Я хочу. коллекционирую рефераты. Впечатление, что студенты нашли новую ссылку в интернете, и все, вау, завал. Вы знаете, я только сейчас понял, что никогда вас не видел в таком настроении. Ну да. Я вам хотела сказать спасибо. Не за что. Нет, вы даже не представляете. Ну, просто спасибо. А у вас окно? Да, у меня окно. Да? Да, мам, я сам хочу прийти. Открыть. Давай, давай. Ну, приехали. Приехали. С возвращением. Оп, раздеваемся. Так, ну, за чаем, да? Да. Соскучился? Да. Не холодно? Прохладь. Покорим тебя, да? Лала! Позаемся, позаемся. Тут тоже Лава. Нужно перепрыгнуть. Нужно перепрыгнуть. Лава! Лала! Лала! Саня! Шурику. Что? Недавно был день рождения. У Шурика? У Шурика? А что Шурику полагается, как имениннику на день рождения? Правильно! Ура! День рождения тебя! День рождения тебя! Тихо, тихо, тихо. Тихо, нужно сначала загадать желание. Загадывай. Одно. Самое главное. У меня самое главное есть. Хочу, чтобы мама всегда была рядом.